Решение проблемы дублирования кода с использованием шаблонов очень похоже на решение этой же проблемы с использованием макросов. Однако макросы отрабатывают на этапе припроцессора, в то время как шаблоны обрабатываются на этапе компиляции. Преимущество шаблонов в том, что они являются конструкциями языка, и как другие конструкции языка, они проходят соответствующую синтаксическую проверку на этапе компиляции. Макросы же никакой проверки не проходят, потому что на тот момент ничего о коде не известно, припроцессор ничего не знает о языке C++. Он работает с параметрами макросов, как со строчками. С шаблонами все по-другому. Если в качестве параметра шаблона ожидается имя типа, то в том случае, если вы поставите за что-то другое, вы получите соответствующее сообщение об ошибке. Поэтому использовать шаблоны удобнее. Давайте посмотрим, как решить нашу проблему с использованием шаблонов. Вместо макроса, определяющего код класса, мы будем определять шаблон класса. Определение шаблона класса начинается с ключевого слова «темплейт». И дальше в угловых скобках перечисляются параметры этого шаблона. В нашем случае у шаблона будет один параметр. Это будет параметр type. И ключевое слово «класс» будет говорить о том, что этот параметр — это некоторый тип. Не обязательно именно «класс», это может быть в том числе и встроенный тип. Вместо слова «класс» можно использовать ключевое слово «typeName». Никакой разницы нет, но просто слово «typeName» длиннее, чем слово «класс». После этого заголовка шаблона, слово «темплейт» и перечисления формальных параметров, мы определяем класс динамического массива, в определении которого в качестве типа хранимого динамического массива элемента мы будем использовать слово «type». При компиляции будет проверено, что type — это именно имя типа. То есть в тот момент, когда мы это имя типа подставим в шаблон. В отличие от макроса, там это будет проверяться уже, когда мы будем компилировать код после макроподстановки. Как использовать шаблоны? Использовать шаблоны проще, чем макросы. Для макросов нам надо было сначала определить соответствующий тип, и после этого мы могли использовать его имя. С шаблонами все проще. В тот момент, когда мне потребовался массив элементов типа int, я просто пишу array от int, и это соответствует шаблону array с подставленным в место type типом int. Аналогично, в тот момент, когда я хочу воспользоваться массивом, хранящим элементы типа float, я просто пишу array от float, и это будет соответствовать шаблону array с подставленным в место type типом float. Компилятор, когда встретит такую строчку первый раз, он подставит вместо type тип int и скомпилирует данный класс. То есть если в шаблон подставить конкретное значение аргумента, то он уже переставит быть шаблоном, и тогда компилятор может его скомпилировать и дальше использовать. То есть первый раз, когда мы упомянем array от int, произойдет компиляция этого шаблона, это называется еще инстанциирование шаблона, и после этого, каждый раз, когда будем встречать, компилятор уже будет знать, что же это за класс такой. Таким образом, шаблоны, они с одной стороны очень похожи на макросы, и нам в некотором смысле даже проще их определять, с другой стороны, работа с ними удобнее за счет того, что шаблоны как конструкция языка проходят соответствующие проверки на этапе компиляции.